Привет, я Маша Ефросинина, и сегодня будет моя очередная пятерочка. Тему я выбрала давно, и все не решалось к ней никак подобраться, легкой поступью, да и сейчас. В общем-то, считаю, что она достаточно противоречивая для того, чтобы давать здесь какие-то конкретные советы. Однако, это же мои правила, моя пятерочка – это мои взгляды на жизнь, мои советы, мои лайфхаки. Вам пользоваться ими или нет – абсолютно всегда дело ваше. Поэтому я решилась, и я ее все-таки запишу. Касаться моя пятерочка будет денег. А именно взаимоотношений с деньгами или финансовых, так сказать, взаимоотношений. Тема очень животрепещущая, потому что времена сильно поменялись. Я, например, еще из тех времен, когда девочкам с молоком матери передавалось то, что в семью деньги должен приносить только мужчина, этот вот добытчик мамонта. Но сейчас те времена, когда мамонты-то вымерли, и женщины очень сильные, активно о себе заявляют, и очень много развиваются и зарабатывают. Хотя, секундочку, я статистику очень хорошо знаю. Я знаю, что в нашей стране по-прежнему больше зарабатывают мужчины, и что есть такое явление, что за одну и ту же должность, за одну и ту же работу мужчины получают на 30% больше, чем женщины. Я все это прекрасно знаю. Поэтому мои советы, мои правила будут касаться непосредственно взаимоотношений с деньгами. Вот как к ним относиться? Потому что это давность нашей жизни, нашего мира. Много у вас их или мало, или нет вообще, или настолько много они на вас обрушили, что вы не знаете с ними делать. Вот эти вот отношения, они же тоже крайне важны. Итак, правило номер один. Мое личное правило – деньги любят счет. Я всегда знаю, сколько у меня в кошельке денег, сколько у меня на счету денег, сколько у меня вообще средств. Это дает, во-первых, внутреннюю дисциплину, ощущение того, чем ты можешь распоряжаться, когда и в какой момент, внутренний контроль всего. Собственно, это то же самое, что называется самодисциплиной. Я распространяю и на деньги, денежные знаки. Это в какой-то момент дает возможность расслабиться, в какой-то подсобраться. Лучше, когда вы знаете, сколько у вас есть. Не, ну что, согласна, согласна. Я всегда считаю деньги. У меня в сумке килограмм денег, а если еще копилку разбить, то полтора. Правило номер два – не тратить все и сразу. Я даже, когда студенткой была, я из стипендии откладывала там какой-то маленький кусочек, потому что, ну, может все что угодно произойти. Все что угодно. Были у меня случаи, когда я отправлялась в какую-то поездку, двухнедельную, в первую неделю все спускала, потом оставалась, не знаю, там с десятью долларами, или заболевала, или попадала в какую-то халепу, и мне приходилось деньги одалживать. Мне кажется, что хорошо, когда у вас есть какой-то запас. Блин, согласна, согласна, вот ты сегодня, да, надо всегда иметь заначку. Вот у меня в заначке три мужика. Потративши все и сразу, ты почему-то волей судьбы оказываешься просто вот в лобовом столкновении со своей жизнью, когда необходимы финансовые какие-то вливания от тебя. Поэтому, повторюсь, правило номер два – не тратьте вот все, прям не спускайте это. Хотя, существует теория у современного поколения, что нужно тратить, и тратить не жалея, тогда деньги к тебе приходят быстрее. Это тоже иногда, оказывается, работает. Напишите мне в комментах, кстати, какой теории придерживаетесь вы. Правило номер три – я считаю, что деньги нужно вкладывать. Хотя я все-таки еще помню те времена, когда бабушка держала в банке или в носке, и когда я студенткой ездила в поезде по 26 часов в Керчь, и мама мне говорила, надо в белье засунуть, в платочек, в булавочки. Ну, были такие времена, слушайте, 90-е годы. Это была моя жизнь. Сейчас деньги можно вкладывать для того, чтобы они работали, в депозиты, например. Я же говорю о том вложении, которое называется образованием, обучением. Сейчас можно получать образование в любом возрасте, получать знания, которые монетизируются намного лучше потом. Вкладывать в детей, в их образование, вкладывать в свой досуг, вкладывать в свои удовольствия и впечатления. Ты сегодня вообще крутая, вот все говоришь, как я думаю, реально, надо инвестировать в себя. Вот я инвестировала, по-группу. Ну, как говорят, когда ты будешь задавать себе в конце жизни вопросы, как прошла твоя жизнь, ты не будешь вспоминать, сколько у тебя было на счетах. Ты будешь вспоминать, какие у тебя были эмоции и впечатления в твоей жизни. Правило номер четыре касается семейного бюджета. Чаще всего в последнее время женщины меня спрашивают очень интересную формулировку вопроса. Маша, скажите, я зарабатываю деньги, зарабатываю немало. Как сделать так, чтобы те деньги, которые приносит в дом мой муж, были нашими общими деньгами, а те, которые зарабатываю я, были моими? Этот стереотип, скорее всего, имеет свое объяснение. Я этих женщин понимаю, мы все очень все-таки находимся в том переломе поколений, когда нас содержали, а сейчас мы понимаем, что мы можем заработать сами и хочется побольше на себя потратить. Мой компромиссный вариант, у меня как у женщины зарабатывающей, у меня как у женщины тратящей достаточно много на себя, именно на себя, на все, чем я занимаюсь, вся моя деятельность, я вкладываю в себя сама. Поэтому мы с моим мужем обговорили какие-то моменты очень важные семейного бюджета, куда мы вкладываем вместе семейный бюджет, из которого состоят расходы на нашу семью, на наших детей, на наш быт, на наши путешествия и так далее. А в какую-то части я, конечно, заработанную собой трачу на себя сама для того, чтобы, например, эти деньги у мужа у меня не просить. Мне такая позиция намного больше подходит. Я считаю, что женщина, умеющая себя обеспечит, намного больше застрахована от разных потрясений, когда, например, семья, не дай бог, разваливается, когда женщина остается одна или теряет собственного мужа. Ну, вообще разные бывают ситуации. Если ты подстрахован материально, можешь рассчитывать на себя. Намного больше проблем, сложностей, трагедий можно избежать. А возвращаясь к семейному бюджету, вы должны просто определить сумму, которую вы вдвоем вкладываете. Не, ну ты сегодня прям крутая вообще, ну прям жжешь, вот как я думаю, так и говоришь. Класс, любусь, ты теперь должен давать мне в два раза больше денег, потому что половину из них я буду отдавать в семейный бюджет. Если же вы не зарабатываете, то мне кажется, это тоже предмет для обсуждения с мужем. Абсолютная аргументация, без истерик, без воплей, без вот этого ты должен, мамонт, содержание, ты же мужчина. Мне кажется, это только сейчас отталкивает мужчин. Нужно разумно, спокойно и конструктивно мужчине объяснить, на какие расходы вам деньги нужны. При любви и взаимопонимании, уважении, тем более, если позиция вас, как неработающей жены, она обоюдная, то мне кажется, что мужчина с пониманием к этому отнесется, и будет у вас та сумма денег, которая будет вам давать свою свободу. Правило номер пять. Необходимо давать карманные деньги вашим детям. Ладно. Карманные деньги у детей должны быть с того возраста, с которого они уже понимают, что такое деньги. Во-первых, это воспитывает ту самую дисциплину внутри, ту самую свободу и самостоятельность, если хотите. Деньги – это определенный инструмент идентификации ребенка с тем, что он способен на собственное решение. И чем раньше он поймет, как эти решения принимать, даже с помощью денег, причем желательно не каркать над ним, на что ты потратил, ой, нет, это плохая покупка, восьмой чехол для телефона, ой-ой-ой-ой-ой, зачем оно тебе надо, это нерационально, сынок, лучше пойти, купи себе молочка. Он должен знать сам, что ему купить, если он купит восьмой чехол для телефона и останется без денег, он будет понимать прекрасно, что, так сказать, на конфеты, на какую-то там, не знаю, вкусняшку ему уже больше никто не даст. Это тоже в определенной степени воспитание, и я за то, чтобы небольшие, но карманные деньги в полную свободу для отрата ребенка ему выделялись. А-а-а-а, точно, дети. Али, Валер, там забыла тебе сказать, что у меня еще трое детей, и им нужно дать денег. Как я уже говорила, тема очень неоднозначная, потому что тема денег, особенно в нашей стране, в наших реальностях, она бывает, проходит путь от полной агрессии, неприятия до попиющей жадности какой-то, ненасытности, и вообще меняет людей очень сильно. Я постаралась изложить вам те пять правил, которые есть в моей жизни посредством совершения ошибок, какого-то опыта моего, и повторюсь разных материальных состояний. При том, что я осталась человеком очень рациональным, в меру экономным, и знающим, как деньги зарабатываются, знающим им цену. Напишите в комментариях, что о взаимоотношениях с деньгами думаете вы. Как вы рекомендуете им распоряжаться, я с удовольствием почитаю, с большим удовольствием. И увидимся уже через неделю. Ставьте колокольчик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жду встречи. Ваша Маша.